Это не просто пресс-конференция или, допустим, как брифинг, да? Журналисты, как говорящие головы, только задают вопросы, а вы отвечаете, как с Питера нет. У нас идет такой равноправный диалог, мы тоже обмениваемся мнением, комментариями, оценками, поэтому вот приглашаем к этой открытой дискуссии. Пожалуйста, начинайте тогда, Александр. Могу добавить, раньше было, на мой взгляд, чуть-чуть, мы находились ближе, что ли, к оригинальной власти, чем сейчас, но это наши ощущения, может быть, мое субъективное мнение, да? То, что мы не собираемся, мы не обсуждаем, мы не проводим ВКС, это однозначно, и потому сейчас у нас такое ощущение, что бывают такие ощущения, что нас не слышат, и мы оставлены одни, вот главы поселения имеется в виду. Сейчас есть совет глав при главе республики, там включены только главы районов. Ну, я не только один раз выступил насчет этого, я помню, я осенью, в сентябре, когда выступал насчет дня города у себя, тоже отметил, что однобокая информация идет с глав районов. А вот поселения сами по себе, мы самые близкие к людям, источник власти, и ежедневно их чаяния мы видим и чувствуем, то, что у них идет. И неплохо было бы нас услышать. А то, что сейчас вот это все вылилось наружу, это не случайно, потому что в декабре, конце декабря, когда формирование бюджета идет, мы, некоторые узнали для себя очень неприятную новость, то, что у нас снизился бюджет у некоторых, и существенно снизился. И когда мы, как обычно, побежали в Минфин свой, ну, куда мы бегаем обычно, когда уточняемся, почему же так, почему так, и нам открыли такую информацию, что вот теперь вы к нам не должны ходить, вы должны ходить в свой район и разбирайтесь там. Это первое. Мы это как-то проглотили, но начали своим районом уже отрабатывать. И для себя уточнили, что закон-то уже принят. Первое чтение, второе чтение было, третье чтение было, а мы узнаем только впоследствии то, что вот получили, да. И считаю, что, ну, там некоторые по-всякому разветвляют наши решения, но когда уже второе, вот так, мы случайно опять же узнали, что первое чтение прошло в закон, уже ущемляющий наши права и муниципальных служащих, это, ну, как бы я лично воспринял это как оскорбление, как, ну, как ненужность, ненужный элемент общества, что ли, или вообще структуру власти. И вот тут-то мы посоветовали с коллегами и решили провести ВКС и обсудить дальнейшие наши действия. Когда обсудили, когда вот высказались ребята, ну, и там молодые ребята, и опытные были, и высказались то, что вот по всем вопросам есть у нас, как бы, свои видения, да, вот не должно быть так. Пришли выводы, что надо созвать все-таки съезд, у нас этого не хватает, два года мы не встречались. Если вот некоторых коллег вот вижу, сейчас, например, раньше хоть как-то, но мы встречались и обсуждаясь, делились опытом, как-то, как же у нас происходит. У нас, понимаете, не самая легкая работа вообще, и не самая благодарная работа. И если у нас нет общения между собой, скажем так, это, ну, это не приводит к ничему хорошему. Так что ассоциация, не коммерческая организация у нас, мы все являемся муниципальным образованием, мы платим членских взносов, и решаем мы. Самая верховная власть нашей ассоциации – это съезд. И если там половина или больше половины, ну, вообще, какая-то часть изъявляет желание провести неочередной съезд, это мы имеем право выйти на исполнительную дирекцию и написать письмо. Вот с таким предложением мы вышли. Мы сейчас написали письмо «Ильтумянь», датировали нашу встречу, чтобы они организовали круглый стол с депутатами 26 января, то есть следующий вторник, ну, следующий на следующей неделе. У нас в группе есть и с Куйги есть, и с Верхоянской есть, так что собраться нам не всегда быстро получается. Так что вот 26-го ждем, надеюсь, они нам ответят положительно, и билеты уже куплены у ребят, так что надеюсь, все у нас будет хорошо. И вот там сядем, обговорим, и какое-то решение в любом случае прием, потому что истина зарождается только в споре и в диалоге, а не вот так, в заднем числе. Здравствуйте, а можно я добавлю к словам Александра Игнатьевича о проведенном ВКС? То, что вот на нашем ВКСе участвовало свыше 100 глав поселений, показывает то, что вот данная проблема на сегодняшний день очень актуальна. Вот там если бы на нашем ВКСе там участвовало 15-20 человек, тогда ладно, вот. Но, понимаете, вот это свыше 100 человек, это глав поселений, это уже что-то. Вы сами понимаете. Это сила, да. Что все это... Чтобы предметный разговор был, вы, может, нам расскажете, в чем основная проблема. Дело в том, что, как один из... А, как министр финансов республики сказал, Валерий Жандоров, денег всегда не хватает. И поэтому хотелось бы узнать основная причина, так сказать, что может повлиять, если на те проблемы, которые у вас там происходят, что может произойти. Дело в том, что меня сильно интересует... Это наши пожары в районах. Кто у нас? Наслеги же за это отвечают в конечном итоге. Почему-то, правильно? Это у нас пандемия, опять наслеги, да? Я правильно говорю? То есть, если брать вот такую чрезвычайную зону глав и наслегов, ответственность несет глава. Но, насколько я понял, на одном из советов финансирования, на это главам никто ничего не предусматривает. Это самое главное. И в итоге получается, что глава наслега несет ответственность, при этом никакого финансирования и так далее, и так далее он не получает. Это я точно услышал. Да, то, что министр финансов сказал, то, что наш бюджет формируется республикой, естественно. Потому что у нас так закон местным самоуправлением предоставлен, что мы не имеем возможности заработать на чисто земельных налогах, на НДФЛ и 10%, ну, много денег, да? Так что и этим нас попекать, ну, наверное, не стоит. Потому что какой бюджетный кодекс, так мы и работаем. Это во-первых. Во-вторых, то, что бюджет у нас республики не уменьшается из года в год. Она вот или остается на уровне, или же чуть повышается. Это с 13-го года так. Если мы анализируем сейчас положение дела поселений, в последние годы у нас было, помните, то ли трехлетка, то ли пятилетка сельскох поселений было. Ну, объявляли. И там то, что поселения получали какие-то субсидии, или же гранты, или же МДТ с республики. И как они получали, да? Вот сейчас, если посмотреть самая знамерность, тогда получится, что мы с республики на сегодняшний день поселение может получить только, например, полтора миллиона. Вот есть же у нас Попоми, программа Попоми. А до этого, если посмотреть, очень много конкурсов было, очень много всяких грантов было через министерство, через министерство общественных связей, да, по-моему, у нас было. Всякие разные. Мы главу бегали за этими конкурсами, за этими деньгами, как это угорело. А сейчас мы предоставили сами себе. Вот участвуем на начале года, Попоми у нас есть. Ну, есть какие-то там федеральные, которые уже списаны. И то, что у нас дополнительных средств нет, это очевидно. Из года в год это все сужается и сужается. И они еще пошли к тому, что уменьшает из года в год наш бюджет. Не то, что увеличить, да, там 3%, 5% ежегодно. Они методики меняют. Вот у тебя спортзала нет, мы тебя отнимаем. Вот у тебя этого нет, мы тебя отнимаем. Вот у тебя, мы сейчас перерасчитали ЖКХ, как там, вот мы тебя отнимаем. И вот у человека было, скажем, 15 миллионов, у него миллион отрезали, еще 8 миллион отрезали. До конца дойдем и дойдем, скажем, до 10, а там уже только содержание, только зарплата будет тогда у людей. Просто будем сидеть, ничего не делать. Это у нас волнует больше. И наша работа, вот то, что вы сказали, пожары, вот это все, то, что там заложено, не заложено денег, это не беда. Главы умеют работать без денег, с людьми, там свои трактора выносят. Ну, мы же для себя работаем, для наших людей, это наша природа. Так что необязательно нам просить за все деньги. Но, чтобы хотя минимальное на развитие, чтобы шло, чтобы мы закупали себе эти же уличные освещения, там, я не знаю, какие-то гравии покупали, ну, для этого же нам нужны деньги какие-то, минимальные хотя бы. И все же беременные резать. Ну, это мои личные деньги. Дороги, транспорт, это тоже не ваша обязанность? Нет, внутри поселкова это наша обязанность. А то, что за поселком уже не наша. Там у нас все делегировано, там вид за собой, как бы поделено. А можно сразу только задать вопрос? Я думаю, что он более, если на примере своего наследия расскажет, как там происходят дела. Вот по изменению в этом методе у нас, ну, в моем муниципальном образовании очень пострадало, так скажем, по бюджету. По прежней методе мы получали 23 миллиона, это было уже в 2019 году. В 2020 году урезали из бюджета примерно 3,5 миллиона. И в этом году тоже урезали 3,5 миллиона. Дело в том, что у нас свое автономное котельное есть. Мы это сами отапливаем, держим, ну, котчегары работают по контракту с нами. И вот такая практика была. При экономии бюджетных средств от коммунальных услуг, мы эти деньги направляли на развитие нашего села. Например, мы посвоили бюджеты, вот по всей деревне протянули летний водопровод. И таких работ, например, было много. Вот Александр Григорьевич правильно вот истолковал, и пример привел, что, ну, скажем, во времена Егора Афанасьевича, каждый год мы получали по 1 миллиону по развитию вот сельского поселения, например. Кроме того, было, вот, были проведены в течение, по-моему, трех лет гранты по входе в Министерство ЖКК почти 4,5 миллиона рублей. И вот, на мой взгляд, в деревне, в сельском, ну, селе были проведены очень, очень больше, много работ по 5 дней. И если вы, ну, поедете по федеральной трассе, вы заметите, каждая деревня, которая лежит на федеральной трассе, вот, все освещены. Ну, лет 10 назад такого совсем не было. Когда мы, вот, выезжали из села, например, мы проходили через темные села, а сейчас все освещено, как подобает 21 век. И мы хотим вот эту методику как-нибудь изменить, если мы с ездом, если с ездом удастся привести, мы хотим вот методики и так далее, и по всем направлениям вопросы ставить. Ну, коротко у меня все. Вопрос, да, и вам, и всем. Вот я его в прошлый раз в интервью тоже, Александру, немного не намекала, а спрашивала. А вы говорите, вот закон принят, узнали задним числом, а депутаты ваши, Илтумен, они как, связи нет, что ли, с ними? Которые по одномандатным округам или партийцы? Кстати, вы все сегодня собрались члены Единой России или есть представители разных партий или беспартийные? У нас есть разные, мы между собой не делимся по партиям. Я, например, идейный, беспартийный. Вот Гаврил у меня партийный. По-моему, Михаил тоже партийный, да? Да. Виктора не знаю, вот Коля, по-моему, точно партийный. Ну, там мы не делимся. У нас просто одна и та же проблема, так что мы так не делимся обычно. Депутаты-одномандатники или вот которые по партийным спискам, там, по вот этим округам, они как-то разве не это самое? Как они вот этот закон-то приняли? По этим вопросам никаких обсуждений не было. Это очень бежит. У остальных депутатов, не знаю как, но вот с Верхоянско-Кобейского округа вот выбирались двое, вот Смирнов и Александр Александрович, по-моему, когда мы выбирали, вот мы проголосовали за него, вот, и до сих пор вот мы его не знаем, где он, не видим, мы ему несколько раз письма писали, вот, и он потерялся, вот, говорят, он где-то работает, но все равно он депутатом числится, а с другим депутатом, как бы нашим выбранным, вот с Михаилом Ильичем 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 Ильичем, мы отрабатываем хорошо, вот, по крайней мере, мое поселение, вот, а с другим, у нас вот такие вот депутаты, которые вот чисто на бумагах лишь числятся. На бумагах числятся. Это ЯТЭК, по-моему, да, раньше был этим, замгендиректора, что ли, да, ЯТЭК Смирнов или другой? Да, 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 он самый, он самый, да, он обещал, ЯТЭК, вот, и мы все побежали, и все. Понятно, большое спасибо, понятно. А у других, как депутаты работают, может быть, тоже немножко расскажете? По моему мнению, ну, я так считаю, то, что проблема, конечно, может быть и есть, но, по крайней мере, я думаю, то, что я, как понимаю, главу ставят вопрос об усовершенствовании механизма взаимодействия органов местного самоуправления и исполнительной власти, чтобы связь какая-то была и глав по видениям, по основным проблемным моментам, чтобы нас слушали. Если раньше нам, да и всегда говорят о том, что инициатива должна исходить от нас, от нас, от поселений, в конечном итоге с проблемными моментами остаемся мы. Ну и что касается бюджетов, то на основании постановления правительства 29Р нам дотации по минимальным финансовым затратам распределяются, мы их сами как бы распределяем, у кого как по приоритетности, у кого какие там по муниципальным программам какие-то моменты есть. Да, я согласен с тем, что если раньше у нас какие-то возможности были большие для участия в программах софинансирования, по привлечению дополнительных финансов в развитии бюджетов сейчас, есть определенные конкурсы, но я как бы тоже считаю, что этого недостаточно. По тем же программам, по ПУМИ мы решаем какие-то определенные вопросы, но сумма, конечно, имеет определенный элемент, проблемных вопросов тоже полным-полно. Но несмотря на это, главы поселения стараются решать проблемы. Как и коллеги уже как бы озвучили, без денег мы уже как бы, можно сказать, привыкли решать какие-то моменты через без денег, метод субботников, методов привлечения активистов и так далее. Вы решаете свои проблемы, когда у нас при пожарах, при пандемии почему-то всегда наследственные главы виноваты. Водку перепили, главы виноваты, в аварию попали, главы виноваты. Я так грубо, но я вот эту практику вижу в правительстве республики. А почему ты не сделал то, а почему ты не сделал это, а при этом финансирование на это не предусмотрено. Я правильно понимаю? Вам приходится просто вести контакты даже с крупными дорожными предприятиями. Я уж не говорю про землепользователи. И хотел узнать, как у вас... Что касается дорожного... Я вас понял, что касается дорожного фонда. Дорожный фонд у нас формируется в основном из-под акцизных денег. По крайней мере, когда я начал работать, у нас, если раньше под дорожный фонд велись работы только по ремонту, по содержанию дорог, сейчас у нас с дорожного фонда, хотя сумма, которая у нас небольшая, мы сейчас с помощью дорожного фонда пытаемся ремонтировать свои дороги, занимаемся зимним содержанием дорог, занимаемся освещением. Нынче планируем и по тротуарам как-то немного отработать. Ну и совместно с районной администрацией сейчас мы уже второй-третий год отрабатываем для получения софинансирования по дальнейшему строительству дороги районного значения до Парайка-Ко. Тоже второй год мы, хоть и с республики, да, получили поддержку определенную, мы стараемся продвинуть дальше вот эту дорогу для того, чтобы у нас не было сезонной распутицы, чтобы у нас сезонных проблемных моментов не было. Наслед у нас труднодоступный, отдаленный, ну, несмотря на это, стараемся как-то продвигаться дальше. Уважаемые главы, объясните, пожалуйста, сокращение финансирования это связано с тем, что бюджет у нас этот испытывает не самые лучшие времена? Или вот глава сверхневерийского вуза говорил, что с 19-го года же это во всем виновата, значит, методика, да, или отсутствие денег в бюджете? Ну, получается, сейчас республика экономит на селе, ну, видимо, приоритеты уже другие или что, раньше как бы этим не баловались, а сейчас, получается, ежегодно на этом то оптимизацию пытаются провести, то сокращают бюджеты, ну, видимо, самое большее денег у нас в селах находится, раз взялись за нас так ежегодно. А мы считаем, что в любом месте надо экономить, и все-таки мы единственная республика, где ни одного поселения, ни сельское поселение, мы не потеряли за это время вообще. И такой практики у нас в России нет, чтобы село выжило. У нас в свое время молодцы наши отцы, не знаю, деды, которые приняли решение сделать муниципальное образование двухуровневым, когда вот село выбирает себе лидера, и он, прямой лидер, идет и защищает свое село. А вот по всей России, когда я говорил, что Хакасия, Якутия, да, только остались таких, а по всей России совсем по-другому. Там люди или назначаются, или же выбираются среди депутатов, там как представительство, и вот эти люди, в принципе, никак не могут себя защитить. Если есть время, я могу про случай Башкортостана рассказать, когда мы вот с нашими коллегами ехали и воочию увидели, как все там происходит. И мы не хотим этого повторения, чтобы в нашей республике то же самое было. Потому битые опытом мы сейчас во все горло кричим, что не надо убивать село. Это не приводит к ничему хорошему. Мы видели эти результаты, что там вообще происходит. Мы видели это все. Как соединяют 10 поселений, и там всего лишь тысяча человек, и там бюджет 2,5 миллиона в месяц. И все полномочия отобрали. Там глава, там два работника, и ничего не могут делать. Я вот хотела как раз уточнить. Александр Иванов сказал, что раньше было по-другому. Вот какой период он имел в виду? Раньше вы имеете в виду тогда период Егора Борисова или период начала Айсена Николаева, и только последние годы ухудшились? Вообще, местное самоуправление было принято в 2005 году, и она начала действовать в 2007 году. Ну, нормально. И когда она начала действовать, и там был период формирования, я считаю, что самый такой определенный момент для ССЕ, когда дали свободу действия, дали бюджет, начали работать, это на 2012 году, когда мы пришли. Вот, я считаю, вот это время было самое такое вверх нашего. Как раз к этому моменту еще объявили развитие годов, ну, пятилеткое развитие ССЕ, вот это все, когда вот мы чувствовали, да, 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 все это пошло и пошло, и мы не могли остановиться в своем развитии. Мы за три, не хвастаюсь, на три, за четыре года мы свое ССЕ преобразили до неузнаваемости вообще. Вот, и вот эти мы хотели бы моменты посмотреть, вот поэтому мы давно хотим. Да, вы приезжайте, но я там уже не работаю, но я свое ССЕ мог бы показать, что мы за один год, за 16, один год сделали. И в это время, вот у нас, вот когда хочу остановиться на советы глав, вот когда обсуждали какие-то изменения в законе или методике, нас глав звали. Вот Минфин, рабочая группа была, вот рабочая группа говорила в свое время. Про рабочую группу я хотела. И они там были такие яркие дискуссии, как это будет все происходить, и там Костюнек был, Гаврил у нас участвовал, и они говорили свои доводы, Минфин, а мы говорили свои доводы, да, и какой-то, какой-то компромисс. А сейчас вот этого компромисса не стало, и слышим только голос, ну, одного, с одной стороны. И идем по одному пути. Мы как бы остались, наш голос не слышим, но этим законом, этим бюджетом же мы живем, не они. Нам поработать, нам развивать наше село. Так что мы как бы или просим, или будем требовать, чтобы все-таки Совет Муниципальных Образований постановил свою былую, скажем так, не мощь, но хотя бы авторитет, но и из глав наших более-менее амбициозных, более-менее таких авторитетных, брали туда вот эти комиссии и обсуждали. Вот я бы с удовольствием Гаврилу отправил бы, я сидел бы уже, сейчас бы не возмущался, зная, что он пошел, нас защитил, и что-то высказал в нашу пользу. А так, получается, нас никто не защитил, и без нас нас женили. Добрый вечер, слышно, да? Да. Добавление хочу сказать, да, то, что этот Александр сказал. Ну, конечно, в последнее время много работ по развитию Якутии, да, масштабные проекты реализуются. Но вопрос в чем, да? В последнее время, в прошлом году, да, конечно, пандемия, все в этих ограничениях, может, в связи с этим такие вопросы вышли, но, конечно, до этого мы обсуждали все вопросы, да, вот когда съезд проводили, там все вот касаемо местного национального управления, да, вопросы включались. И мы обсуждали, предлагали свои идеи, свои предложения, да, и когда вот такие съезды, встречи, круглые столы организовывались, там как бы проводилось обучающий семинар для глав. То есть мы обменивались, даже нам выдавали методички. То есть те, кто стал главой, некоторые даже не знают, с чего начинать, да, и вот 2015 года, вот методички есть, да, можно показать. Вот тут практическое пособие, пошаговая реализация вопросов местного значения, да, издавались вот такие методички, и тут прописано все, от А до Я, какие полномочия есть в муниципалитете, какие вот работы должны вестись, и, ну, тут пошаговая как бы инструкция, и мы смотрели, изучали, обсуждали, а также обменивались практическими опытами, потому что вот прошлогодний год, да, 2020, ну, всех бы как бы ограничил. То есть мы не выезжаем, мы не обмениваемся опыта, даже вот некоторых, вот сегодня вижу, да, с коллег, поэтому нам не хватает вот такого общения, да, вся суть, в принципе, можно через выкрыжить, ну, вопросы вот по гарантиям, по пенсиям, вот с депутатом, нашим депутатом мы тоже обсуждали, вот после появления информации, да, о том, что такое первое чтение принято, но у нас есть сейчас время, да, до 15 февраля внести предложение и обсудить с Илтумен по этим поправкам. Ну, конечно, с депутатами работаем, но бывает то, что перед новогодней суете, ну, возможно, обсуждения не были проведены. Но, конечно, вот узнав информацию о таких изменениях. Многие главы, ну, возмутились, потому что большинство глав все работает, да, даже допоздна работает и о семье даже не думают некоторые. Поэтому многие, кто работал 10-15 лет, ну, из последних вот поправок, ну, они, как бы, теряют гарантии, да, которые были предусмотрены до этого. То есть те, которые работали, им, ну, предполагается, как бы, доплаты, когда, ну, доплаты и так далее. Но по изменениям по методике, да, расчетов дотации и так далее, тоже, ну, создавались комиссии, но практически такого размаха обсуждения не было. Поэтому, как сказал Михаил, да, вот в целях экономии и так далее, ну, для проведения больших объемов, он работы проводит по оптимизации расходов, но при этом, как бы, на следующий год то, что он экономил, урезается по методике. Из-за этого, как бы, стимула нет для оптимизации расходов, да, он, как бы, поставил автономные котельные, из-за этого затрат поменьше получается, из-за этого, ну, по методике у него вышло поменьше. по сути, ну, по сути, стимул все-таки должен быть для работы, для оптимизации расходов и так далее. Вот в конце прошлого года завершилось первое, наверное, на территории нашей республики объединение администрации поселка Чакурдах с администрацией Алаховского района, да, то есть, и это как раз-таки является первым примером объединения, подобного объединения, как раз-таки призвано для оптимизации расходов, ну, как бы, в Чакурдахе сколько там, 2000 человек живет, да, и, как бы, а это 70, почти 80% всего населения Алаховского района. Вот, допустим, применительно к вам данная практика, насколько была бы правильной, и поддерживаете ли вы эту практику, если да, то почему, и если нет, то тоже почему? То, что нельзя объединять поселение, нельзя отнимать право выбора, выбора глав поселений, посел, да, не районов центров, а все, это я однозначно за это, потому что в селах должны быть лидеры, их должны население выбрать, и они должны на местах работать, это я за это буду рвать и метать, потому что другой, как я уже рассказывал, другой пример видел. А вот то, что вы говорите о объединении райцентов, Виктор, тут, ну, в принципе, есть предмет обсуждения, потому что, да, есть минус в том, что в одном доме два хозяина, и мы друг другом вроде как, ну, два амбициозных, два этих человека сидим, и друг друга, может быть, недопонимаем, и из-за этого выходят какие-то раздоры. Это да, это есть, ну, на практике это видно. Но давайте подумаем чуть-чуть и по-другому. Район глава – это большой человек, а все равно, вот, как бы, я бы не назывался мэром, но я уже самое делаю то, что вот мой коллега вот сидит, Виктор или же Николай. Я занимаюсь этими же собаками, этим же мусором, да, этим же, я не знаю, ежедневно ко мне обращается бабушка с этими. Никакой глава района этим не занимается, так? Ну, в принципе, да, есть вариант, что назначат сити-менеджера, вот, есть такой сити-менеджер назначат, но в любом случае он назначенец, и человек, когда идет за помощью, он не идет к назначенному человеку, он идет к наивысшей по иерархии главе, ну, скажем, главе, да? И потому очень большая нагрузка будет для глав районов. Если они согласны, ну, вот, взять всю нашу безденежную полномочию, ну, как скажем так, людей, это нужно обсуждать. Но на сегодняшний день, например, занимается бытовыми делами, вот людьми, бытовыми делами, этим, ну, теми же, там, пьяницами, я не знаю, ну, всем что угодно, да? А вот район, получается, он масштабно смотрит, со всеми наравне. Просто я видел в Татарстане такие примеры, когда объединяют главу района и главу города, и плюс к этому поселение назначается. Вот там райцентры, они разбухли, райценты красивые, там вложили все эти, потому что глава, он является мэром, он начинает вглаживать свой город. Все, весь бюджет туда вбухнул, дороги все асфальтные, озеленение, а вот села, там, где он не отвечает, там уже он не влаживается. Так что в этом смысле села будут терять однозначно, потому что он будет свое видение развивать. Это я видел в Татарстане, очень наглядно было, там прямо вот села отброшены, а райцентры у них такие красивые, что я позавидовал, когда есть, там столько денег, вот, например, у нас с дивидендов 800 миллионов приходило в свое время, из них уж точно 500 миллионов обосновалось в городе Нюрбан. Это было бы шоколадно. А сейчас 8 миллионов. Такой вопрос можно, но я его задавал и Егору Афанасьевичу, только не задавал в Дырхану Нюрбану. А как, вот то, что сейчас происходит, это повлияет на отток населения из сел. У нас и так урганизация мощная идет. И как она сказывается, и сейчас финансы у вас отнимают, что произойдет у вас в селах? У вас отток населения будет или что? Вот хотелось бы узнать. Естественный убль пойдет, потому что в селах жизнь, на мой взгляд, покучится. И, конечно, каждый человек выбирает свою лучшую долю жизни. Предыдущему Александру, по полномочиям, объединение районных центров и районов, по федеральному закону 131, слишком большая она для глав районов будет. Потому что для поселений в основном, хозяйственные, полномочия хозяйские, дороги внутрепоселковые, собаки, как сказали, и так далее, культура, библиотека. Но на практике ездили, как сказал Виктор, в Башкоркастан. Вот там прямые выборы отменили, назначение глав, все полномочия отобрали, главы как старосты, то есть два человека работают, и при этом никакие вопросы не решают. Решается на районном уровне, и район практически в районных центрах как бы работает. А села, ну там остаются чисто старики, молодежь уезжает. Кто ездил в центральную Россию, знает, наверное. Вот если такая политика пойдет, ну не знаю, у нас тоже такая картина будет. Потому что при этом, конечно, некоторые говорят, что села слишком затратные, но при этом мы должны думать, что истоки народов Саха, ну происхождение, да, они же Аласная, мы уже в селах родились, поэтому мы же должны сохранять свои традиции, культуры, а без этого как мы были. Поэтому все-таки вот прямые выборы, если человек выбирается, то он старается отработать то доверие, которое он получил. А если назначим, давай вот это поставим, он отработает, все полномочия отберут, то он будет сидеть и зарплат получить. А сейчас как? Главный главный старается как-то работать, конкурировать, смотреть друг друга, например, в таком-то селе вот это сделали, вот такое, ну обмен опытом происходит, да. Поэтому мне кажется, то, что это прямые выборы на сегодня, то, что имеет республика, да, это очень хороший вариант, и то, что и ответственность, и то, что по сравнению с другими регионами в Якутии поселения хорошо развиваются и работают, и живут. Именно в селах. Нет, нет, речь шла не о том, что отмена выборов, да, а именно реформа муниципального управления, как объединение администрации районов и районных центров. Если, допустим, есть глава района избранный, да, допустим, и у него есть первый зам, который будет отвечать, допустим, за город, ну в данном случае, допустим, возьмем, к примеру, Нюрбу, да, есть глава, избранный глава Нюрбы, который отвечает и за Нюрбу саму, и за район Нюрбинский, но у этого главы избранного есть, допустим, первый зам, который полностью отвечает, там, допустим, за годы о том, чтобы там исключать выборы глав в муниципальных образованиях района, допустим, в поселениях, то об этом же речь не стоит на самом деле. Как бы, допустим, будут они выборы прямые глав поселений. Оптимизирует только голову. А вы не думаете, что там прямо работников выберут и очень меньше зарплат будет? Нет. На уровне района, если выйдут, тогда специалисты будут получать больше денег. И зарплата будет не как у наших, да, один мрот. У меня один мрот получает работник первой категории. И вот работаю, слушая высказывания людей и получаю негативные. Это вот мрот, как обычные специалисты. Так что не думаю, что вот это убрать два администрации, не в этом суть. Дело не в оптимизации. Хоть и говорят, что какая-то экономия, да не будет никакой экономии. Я вам говорю, надо будет еще добавить людей, чтобы справиться с теми, как мы справляемся. Потому что мои работники сейчас справляются с тем, сколько бы 5-6 человек бы сделали. Так что, наверное, не в оптимизации дела. Но в другое дело, да, в организации работы. То, что сейчас идет недопонимание, вот два хозяина. Вот с этим как-то справиться, вот это будет другое дело. Не в оптимизации дела, а в совсем другом. Или мы администрацию Руину куда-то выносим и оставляем одного главу мера у себя. Или же надо с ними ограничивать. Ну, я не знаю, как это все будет происходить. Но проблема только в этом. Никакой другой проблемы нет. А можно Верхаянию рассказать? Дело в том, что я знаю, что удаленное село. Как вы думаете, мы в Хайсардах объединим с Сайдами и будет дело, нет? Там же недалеко? 200 километров, да, вроде? Ну, я бы, ну, расстояние это такое у северян понятие растяжимое, вот. То, что мы говорим, это 200 километров, это рядом, близко, вот. Пойдем, чай сгоняем, попьем. А в некоторых районах это чрезмерно далековато, да? Но вот, что касается объединения вот северных поселений, вот. Я думаю, что это приведет, скорее всего, к упадку, вот. Потому что те же вот расстояния, те же вот труднодоступность на слегов, вот. У 90% северных поселений нет круглогодичной дороги, вот. Поэтому у них связь, если там, ну, как вы ранее сказали, Хайсардах, Сайды и Черемчи объединим, то очень трудно будет организовать работу главы вот тем же, вот, сайдами, потому что в Сайдах еще два поселения. И еще севернее, вот, от сайдов на 90 километров еще находится село Сахто, вот. Как бы, с Хайсардаха, вот, у Сахто хаскаться, это тоже, как бы, ляжет, скорее всего, на бюджет, вот, который мы планируем экономить. Но, скорее всего, это к чему хорошему не приведет. Вот, это только на примере, вот, сайдами и Хайсардах. А там еще дальше, на севере, если мы поедем, то там еще расстояние еще длиннее, чем у нас. Вот. А там тоже живут люди, которые нуждаются также в финансировании. Вот. Вы сказали, вот, каждый год у нас уменьшается, вот, бюджет, да, вот. А с каждым годом уменьшение бюджета переведет к тому, что, вот, те, как уже ранее говорили, что, естественно, ну, ну, население будет все равно уезжать, потому что не будет процветать поселение попросту, потому что денег не будет хватать ни на что, кроме зарплаты. А мы, глава, будем выглядеть, как бы, шутами или как там, просто сидеть, получать зарплату. И за это будут корить нас. Прежде всего, население, потому что оно нас выбирало. Их не волнует наш бюджет. Вот, сколько нам бюджет выделено, их не волнует. Их волнует то, что глава должен работать, глава должен, как бы, отстоять интересы своего поселения, вот, свое население, вот, и, получается, он должен как-то развивать поселение. Вот. Я еще раз говорю, их не волнует, вот, бюджет. Им, как бы, жестко сказать, помягче сказать, им пофигу, да, вот. Вот, они, да, ты должен, вот, в другом поселении, вот, построили вот это, давайте мы тоже построим. Им не важно, вот, откуда ты возьмешь деньги, не хватает денег, хватает денег. И сказали, вот, возьмем, давайте, делаем. Уточняющий вопрос главам. У вас вот, у многих идет, вы говорите, у большинства уменьшения бюджета. А может быть, в целом бюджет района вашего остается на том же уровне? Просто эти деньги куда-то перераспределяются или в другие поселения, или в райцентре остаются? Такого нету, да? Или в целом бюджет района уменьшается? Вдохнивлюсь, в районе уменьшение было на 6 миллионов. Нацпроекты, миллиарды там, триллионы прямо, ой, просто вот по всем направлениям, те же дороги, да? А в Алекме у нас вот дорожные проблемы, да, транспортные. Или вот вы говорите, школы нет, а вот нацпроект, например, тогда как? Или это все? Когда я начинал работать в 12-м году, я вот по линии добрых дел сразу построил в 13-м году арочный спортзал. В то время у нас было здание вот школы, но со временем вот из-за плесневых грибков мы вынуждены были закрыть, и сразу же пришлось разрабатывать проекты. Но к тому моменту у нас было, как я ранее говорил, 114 детей, обучающихся, и мы были нацелены на проект с мощностью 120 мест. Вот, к сожалению, вот в 16-м году, вот пока мы проект разрабатывали, пока мы получали госэкспертизу, вот проходили, вот, к сожалению, число, количество детей уменьшилось, и как бы данный проект, вот в 17-м году, да, у нас как бы обещали уже начало строительства, но в 17-м году сказали, что вот из-за нехватки детей, у нас уже 90 было детей, к тому моменту пришлось, опять же, обновлять проект, и на данный момент, вот, уже у нас проект обновляется, как бы, на объект с мощностью 80 на 40, то есть уже школа-сад, вот, я вот в прошлом году, вот, объяснял правительству, что если даже сейчас, вот, через 3 года мы попытаемся построить, вот, школу 80 на 40, окажется, что у меня будет 50 обучающих детей, и 15-15 детей, то опять же мы будем, что ли, как бы, проект менять на 50 на 15, вот, и так далее, пока мы в наше село, пока не закроется. За эти 8 лет отток населения, он с чем связан? За именно, 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 вот, именно, как говорится, условий нет, рыба выбирает, где глубже, а человек, где лучше, вот, а у нас, у северян, семьи с большим количеством детей, и они хотят лучших условий для своих детей, и поэтому они уезжают, потому что, как, скажем, правительство из года в год переезжает к нам в отчеты, и каждый год нам обещают в следующем году строить новые школы, строить новые, построить. По моим данным, за эти 8 лет, по приезду вот чиновников, у нас было бы уже 8 школ, но, к сожалению, ни одного нету. Глава Моиникского наслега сказал, что вот у вас убрали вот этот миллион, который давали каждому поселению, да, при Егоре Афанасьевиче, еще какие-то гранты убрали, вот, поясните, пожалуйста, а взамен этого ничего вы не получили, да? Так, у нас по программе проектов местных инициатив, каждый год у нас через Минфин идет грант, ну, разыгрывается, вот, участвуем там, и по комплексному развитию сельских территорий имеется тоже программа федеральная, вот, пытаемся там участвовать, в прошлом году мы два гранта вот взяли, по комплексному развитию и по ППМИ. А так, по одному миллиону давали без никаких конкурсов, на развитие села, например. И 4,5 миллиона. А если такого нет, да? Такого нет, а сейчас. А еще вы говорили, какой-то грант менеджер КХ еще был, да? По 4,5 миллиона было на развитие, вот, по благоустройству тоже было. Всем подряд додавали? Нет, а там конкурсы, гранты. Постойно-слегов, по-моему, давали ежегодно. Вот мы тоже, вот, попали, ну, вы ищите. Прости, что у каждого министерства были свои гранты, свои эти конкурсы были. А теперь нет такого, да? Нет, конечно, да. Как вы считаете, если дальше такая политика продолжится, то республика превратится в несколько городов, а селы исчезнут? Да. Не хотелось бы, конечно, чтобы мегаполисы... Зачем так грустно-то? Если дальше мы пойдем по дороге, скажем так, в того же Машкортостанца или же Пензенской области, или что-нибудь такое, вот тогда. Но то, что мы сейчас выбрали путь для себя, двухуровневый, это не приведет. Ну, хотя бы не то, что не приведет, а на таком катастрофическом формате не будет. То, что там не то, что один-два последних объединяет, там десятки объединяет в один, и там набирается тысяча человек, не больше. Это вот миллионных, миллионных... Не то, что республика, да, там один миллион жителей, а там по три, по два миллиона в этих областях республики живут. Нам даже такая картина нет. А у них города-то не приемлемо, да? У нас уже миллионник стал. Для нас неприемлемо, конечно. Для нас неприемлемо. Да, исторически сложилось же, населённые пункты, даже по Аласам же жили. А сейчас более-менее укропление пошло, сначала советские власти. Степанович, ну пока есть возможность, может, вы зададите вопрос, пока Лена оформирует. Ну я вопрос не дам, да, я просто скажу, я хочу поддержать, да, глав наших муниципальных поселений. Ну у нас в России же по закону у нас двухуровневые, да, двухуровневые. А то, что вот именно вот это по бюджетному секвестированию, да, это я считаю, что это очень плохая практика, да, плохая практика, которая приведёт к свёрствованию вот местного самоуправления на местах, именно поселений, да. И, конечно, в счёте это приведёт, возможно, даже вот такого уровня, да, у нас местного самоуправления уже на местах как бы не будет, только на районном уровне, да. А это не совсем, как бы я считаю, шаг в сторону, да, гражданскому обществу, в сторону то, что мы хотели, говорили, там, демократизации. Вот это, поэтому это, когда, это с другой стороны, вот если это, когда снижает, да, когда снижает у тебя финансирование, у тебя, соответственно, уходит полномочия, да, полномочия. Насколько я знаю, вот Россия подписывала вот европейскую хартию, которая считается, да, по местному самоуправлению, как краеугольниками, да, там же считается, что раз местное самоуправление не сможет выполнить, да, полноценно своей полномочия, то это уже местное самоуправление, как бы, возможно, от него могут и отказаться. Поэтому это закладывает такой, очень такой, мне кажется, да, плохую мину, вот, в будущем развитии местного самоуправления. Вот, поэтому вот то, что вот главу, да, вот то, что вот они этот вопрос ставят, это очень даже правильно, актуально, что, да, действительно, надо эти вопросы рассматривать, ну, и не только на съезде, это, наверное, какое-то, наверное, надо еще, помимо этого, надо широкое какое-то обсуждение, наверное, должно быть. Вот, я им желаю только удачи, успеха им. Спасибо. Оценку работе Платонова, Агипа. Ну, мы поддерживаем, да, политику Аисея Сергеевича и поддерживаем Аисея Сергеевича, и с департаментом местного самоуправления мы тоже тесно работаем, ну, всегда поддерживают, всегда, ну, встречают и так далее, да, но этот вопрос, мы этот вопрос тоже поднимали, разговаривали, но вопрос по принятию законопроектов и так далее, да, без обсуждения, вот этот вопрос большинства глав волнует, потому что без обсуждения принимать и так далее, ну, это тоже нехорошо. Мы всегда обсуждали, приходили к какому-то консенсусу и так далее, да, и принимались такие решения. А также хочу, ну, конечно, дискуссию можно дискутировать, общаться, конечно, хорошо организовали, да, потому что давно так не общались, обычно мы с главами собираемся, обсуждаем проблемы вот так же, да, дискутируем и так далее, и предпочти к какому-то решению. Ладно, спасибо, удачи. Спасибо. Организаторам спасибо. Я вот переседряю и говорил насчет АГИП и так далее. Да, ну, я еще не ответил на один вопрос, тоже корреспондент, насчет депутатов, ну, не знаю, как у других, но, по крайней мере, у нас, наши депутаты, мы связь постоянно держим, нам помогают, содействуют, словом и делом, можно сказать. По крайней мере, с депутатами и у тюмена нашего района мы отрабатываем. Так что, ну, что касается, у нас Оксана Тагировна Михайлова и Арсентия Прокопьевич Николаев. Ну, у Арсентия Прокопьевича, конечно, сейчас дела не очень, но, несмотря на это, мы его все равно сейчас тоже поддерживаем. Человек, то же слово и дело, нас поддерживал. Ну, и, в общем, у меня позиция такая, что я уже, как бы, уже высказал, я, по крайней мере, за то, чтобы усовершенствовать вот этот механизм взаимодействия, чтобы инициатива от нас исходила, инициативы наши слушались, и, чтобы было бы нам лучше совместно решать проблемы наших слушателей. Ну, я тоже соглашусь вот с коллегами, да, и скажу, что вот, как бы нам не говорили, что инициатива должна исходить снизу, вот, я не понимаю, почему вот наша инициатива, вот, которая вот, насчет вот бюджета, вот, мы высказали свою инициативу, и она оказала такой резонанс, да, вот. И вот, хотелось бы, чтобы правительство наше, как бы мы его не поддерживали, но оно тоже нас поддерживало, особенно северян. Ну, на данный момент мы, северяне, как бы не ощущаем поддержку в плане того, что вот во всех проводимых грантах, субсидиях, конкурсах нигде практически не прописаны, вот, отдельные пункты для северных арктических районов, которые учитывали бы географическую сложность, отдаленность, труднодоступность, климатическую особенность и так далее, вот. Спасибо вам. Виктор, Виктор. Спасибо. Лена интересует и меня, как у вас там с зелеными рейсами-то? Новый год, апальсины, мандарины были, нет? Ну, зеленые рейсы, да, мы кое-как добились, вот. Вот, ну, я, по крайней мере, я в свое поселение добился того, что вот нам привезли 3 тонны 750 тонн вот этих зеленого рейса, да, ну, мандарины, фрукты, ну, яблоки, яйца. Но у нас по сравнению с остальными вот поселениями, где выдавали по 5 яиц, по яблока у нас, как, чуть, момент, чуть более-менее хороший, потому что, получше, да, потому что мы организовали так, что вот первый приоритет, в приоритете были многодетные семьи, вот, ну, дети-сироты и так далее, вот, и потом уже вот остальное население, вот. Ну, в принципе, вот, то, что вот нас радует, то, что вот в последнем выступлении Айсен Сергеевич сказал, что вот логистические центры будут построены вот во всех северных арктических районах, это тоже нас радует, потому что ранее было сказано, что будут только 4 вот логистических центра, вот, и мы тоже не понимали, как оттуда будут вывозиться, вот, доставляться вот нам необходимые товары, вот. И, ну, да, вот, хотелось бы, чтобы наше вот созданное министерство Арктика, вот, проводило мониторинг, вот, открытие автозимников, и тем самым, вот, как бы, они уже начинали вывозить тем поселениям, у которых автозимник открылся, уже, вот, необходимые товары. А то у нас получается то, что вот ждут, когда у всех, у всех поселений, вот, откроется зимник, и только тогда начинают вот вывозить вот наши продукты, вот. Я думаю, вот так. Угу. А сегодня тогда нормально, дефицита продуктов нету, да, блокады какой-то? На сегодняшний день, по крайней мере, у нас нету. У нас все есть, нам все привезли, от яиц до мандаринов, яблок, картошечки и так далее. Картошечки, а сколько стоит? Ну, цен у нас, сейчас я скажу, 106 килограмм, 106 рублей, по-моему, за килограмм, яйца у нас стоили 11 рублей, но это по сравнению с райцентром, вот, в Батагае, да, вот, когда там яйца стоили 13-14 рублей, это у нас, как бы, очень даже цены заманчивые, вот. То есть это за десяток или за штуку? За десяток, конечно. За штуку ты че? 11 рублей. 11 рублей за штуку. За штуку, за штуку, Игорь. Да, конечно. За штуку. 11 рублей за штуку. За золотые яйца получается. Почему золотые? Почему 110 рублей и десяток? В Якутске 90 рублей же, 80-90. Спасибо. Ирина, вам тоже большое спасибо, что организовали такую встречу. Но мы, я хочу сказать, что мы вообще не против кого-то или чего-то. Мы всегда за. За любое движение, за любое развитие. Мы люди такие позитивные за. И вот когда мы начинаем вот так высказываться и кричать, это уже мы, мы же селяне, мы люди такие замкнутые, работающие. Когда мы начинаем уже выходить за пределы, это уже мы дошли до какого-то момента. И мы вообще всегда выступаем за авторитет истины. А у нас на сегодняшний день больше похоже, что это истина авторитета, как бы одного человека. Мы когда собираемся с нашими главами, сидим, у нас тоже очень много дискуссий. Мы даже ругаемся, мы даже спорим иногда. Но в конце концов, все-таки приходим к какому-то решению. И это решение, оно ценное для нас. И я сейчас как бы хотел, чтобы и в региональном уровне, вот так же все проходило. И никто не должен бояться ни критики, ни обсуждений каких-то, ни этих, особенно властям, нам, любого уровня. Хоть и ты муниципалитет, поселение, нас ругают, нас критикуют. И так же региональным. Делать вертикаль в таком состоянии, чтобы никто не ругал, никто не критиковал, никто не высказывал свое мнение, это приведет, наоборот, я скажу, расколу общества. И в будущем приведет к какому-то еще глубочайшим кризисам. Так что я за то, чтобы я мог слышать кого-то, и чтобы меня слышали. Так что по приезду в Ильтюмен, надеюсь, у нас этим не закончится, мы потом, надеюсь, будем с главами обсуждать исполнительные органы власти, министерства, как раньше. У нас было время, когда мы, как проект «Наслег», молодые главы, обсуждали даже с правительством, в общем, сидели и обсуждали, какие моменты. Вот до такого даже доходило, до такого уровня. И это было хорошо. Когда, да, с высоты всех понимания, кажется, что у нас очень маленькие проблемы по поселению, а в республике очень большие. Но ведь все состоит из маленьких проблем, правильно? Это в совокупности. Потом 400 маленьких поселений, если собрать, это получится очень большая глобальная проблема. Так что я хотел бы, чтобы нас слушали. И то, что на этот раз нам помощниками вышли и журналисты, и блогеры, это очень радует, что мы не одни в нашем начинании. Надеюсь, что такие встречи и с другими главами, и вообще с другими направлениями у нас будет. И, ну, будем обсуждать вот так, прямо. Мы готовы. Будем. Спасибо. Прошедшие через какую-то конкуренцию люди, они в свое время битые чуть-чуть и, ну, умеют говорить свои мнения. Это такие люди. Вот смотрим на вас всех, да. И так хочется, чтобы кто-то из вас выдвинулся в мэры Якутска. Люди опытные, с земли. Я вот всегда пишу в своих материалах последние, не знаю, 10 лет, наверное, чтобы глав с районов, вот с наследов, именно представителей, кто на земле работал, чтобы они шли во власть. Вот такое пожелание. Мы должны научиться сперва в поселениях, потом в районах. Мы такие люди, что идем и учимся все время. И, кстати, вот хотел бы сказать, что мы сейчас, сейчас на уровне республики сидят наши поколения на 10-15 лет старше нас. И они наши старшие братья, скажем, да. И они должны нас, они могли бы нас учить, они не могли бы нас не бить, не отчуждать, да. Могли бы нас учить, чтобы мы пришли вслед. А мы обязательно придем. В республике не так много людей, которые бы разбрасывались с такими людьми, да. Мы обязательно придем через 10-15 лет, но от них зависит, какими мы придем. Биты мы злыми или же обученными и нацелены на созидание. Вот только зависит от наших сегодняшних старших братьев, скажем так, оригинальных. Но там есть и младшие ваши братья, по-моему, по возрасту, совсем неопытные. Ни дня на земле не работавшие сидят в министрах. Могу прямо поименно написать, назвать уже сто раз писала. Так что вам пора уже. Не надо ждать 10-15 лет. То, что вы говорите насчет департамента местного самоуправления, у нас было такое время, когда у нас вообще отняли ее. Это было хуже всего. Так что то, что у нас есть сегодня, мы очень благодарны. Значит, местное самоуправление все-таки в глазах республики, она имеет какую-то нужность и приоритет. То, что просто надо это развивать на сегодняшний день. Вот это наш призыв. А то, что департамент местного самоуправления, он должен быть. И пусть он еще больше развивается, и пусть больше полномочий ему дают. Пусть он с нами работает, пусть ездит, с нами общается, и наше чай не видит. Вот в таком формате. Спасибо, что пригласили. Давайте на этой позитивной ноте тогда закончим наш разговор. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо, да.